Бывает, мечтаешь о прекрасном, а получаешь вообще не то. Ожидаешь одного, а встречаешь совсем другое. А бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Вокзал города Александров. Шикарный. Старый вокзал. Ветер не детский вообще. Друзья, всем привет. Мы в городе Александров, Владимирской области. Сейчас пойдем посмотрим все достопримечательности. Александровская слобода. Будет очень интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Субтитры делал DimaTorzok Здесь прямо около вокзала есть памятник павшим в Великой Отечественной войне Александровцам. Такой монументальный памятник. И рядом с ним горит вечный огонь. Пламя плохо видно, но он горит. Вот, друзья, это Александровская слобода. Такой город в городе. Красотища неописуемая. Здесь жил Александр Грозный. Уехал из Москвы и долго-долго жил. Здесь же жил Петр Первый. Творилась история России. Тут вообще центр был политической и культурной жизни России. Начиная с Василия Третьего, который взошел на престол, когда начал свои богословские походы проводить до Переславля-Залезского. Вот, с этих пор, это где-то XVI век, здесь было село Александрово, насколько я знаю, точно не могу сказать. Потом, история она такая большая, там много всего было здесь, все не упомнишь. Но Александр Иван Грозный жил здесь очень долгое время. К нему приезжали послы из Австрии, из Венгрии, из Польши, из Речи Посполитой. Мирные договора заключали о торговле и так далее. Здесь много всего происходило. С 1700 какого-то года официально статус города присвоили Александрово, не помню с какого, точно не буду говорить. Там 245 лет, по-моему, сейчас. Насколько я знаю, слышал, что Совет народных депутатов сдвинул на 200 с лишним лет, на 250 лет. Устарил город с момента какого-то постройки собора и освящения этого собора, не помню какого, опять же. В общем, статус города присвоили где-то 1500 какой-то год. Опять же, не знаю, какой год. То есть сейчас ему, по сути, где-то 500 лет, около 500 лет. Такая вот история небольшая, но как история. Это все, что я слышал, знаю про вот это вот место. Кстати, здесь произошли такие знаменательные события, как Иван Грозный убивает своего сына, Иоанна Ивановича, Ивана Ивановича. Вот, по многим преданиям, именно здесь он его в порыве гнева и каким-то скипетром или еще чем-то ударил в висок, и тот скончался. Вот именно на этом месте. Здесь много чего было. И Петр Первый, когда узнал, что там кто-то его, какая-то родня, хочет его убить, сюда сбежал со своей женой, с матушкой, когда ему было 17 лет. И, в общем, здесь он и жил. Можно сказать, отсюда все произошло. Вот тут в этом месте такая большая история творилась. И приезжал даже какой-то казанский хан сюда. Очень давно там, черт знает в каком веку, тоже заключали договор о мире. Ну, в общем, тут прям клондай, кладезь. И какая красота вокруг. Это просто вообще шикарно, друзья. Поэтому ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на наш канал, кто еще не подписался. Это очень странно. Царь Алексей Михайлович Романов тоже посещал Слободу неоднократно. Марфа Алексеевна, царевна Марфа Алексеевна, сестра Петра Первого, прибыла в Слободу 2 ноября 1698 года. Поместилась жить в большой колокольне в скоро поставленных покоях на царском дворе. Что у Грозного на Александровой Слободе. Навещали сановную послушницу родные сестры цесаревны Мария Феодосия. Здесь же, в Слободе, в 1707 году закончился земной путь опальной царевны Марфа. Ладой царь Петр Первый прибыл в царскую Слободу 15 сентября 1689 года. И в течение недели на обширных полях, прилегавших к Слободе, в присутствии обеих цариц и своего двора, занимался своими птенцами. То есть пешим учением, спущенными пальбою, склонными экзорцициями на лихих конях славного в то время на Руси тамошнего завода. То есть здесь он создал потешные войска, как он их называл, потешные войска. Здесь, именно в этой Слободе. С 1727 года Александровская Слобода стала вочиной цесаревны Елизаветы Петровны. Красавица и большая выдумщица, она проводила время на псовой охоте, катании на лошадях, санках и коньках, крестила слободских ребятишек. Открыла первую школу, прожила Елизавета Петровна в Слободе до воцарения на престол. И в 1744 году, уже будущей вседержавной императрицей, посетила любимое дворцовое село. Такой первопечатник Иван Федоров. И вот сюда из Москвы перевезли его дело и печатали здесь. То есть Александровская Слобода еще и этим тоже славится. Кытюшка, бедненький, близненький, котеныш. Шейка тощая такая. Не кормит его. Успенская церковь. Белокаменный палат. Смотрите, мы сравним, да? Ага. Музей камней в истории. Вот тут даже есть экспозиция «Мир русской деревни». Такая прикольная выглядит. Инстазона, можно сказать. Колодец, телега, скамеечки. Все это музеи. Вход, по-моему, 200 рублей во все эти заведения. Там музей Марфин вот в этой колокольне. Еще там много всего есть. Вообще, здесь даже первая консерватория на Руси появилась именно здесь. В этой Александровской Слободе. По-моему, Иван Грозный приглашал сюда со всего мира всех певцов, музыкантов знаменитых. И первая консерватория, она именно здесь была создана. Так что место реально историческое. Помаши рукой-то. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 гуляем по набережной теперь мы можно корм для уток за 50 рублей купить покормить уток на этом озере они там плавают здесь памятник ивану грозному сейчас подойдем посмотрим на него царь иоанн 4 грозный вашему внимания вот он какой красивый набережная неплохая коротенькая правда но так сделано все красиво фонарики прогулочные дорожки даже беседка с колоннами он и я смотрю очень красиво сделано круто и вид на слободу александровскую классно конечно молодцы колоннада ротонда из колонн смотрящие на слободу красиво сделали ветрища в александрове не детский вообще просто так что шум может быть хотя ветрозащита стоит на камере но не знаю посмотрим слышно будет не слышно пишите кто слышит кто не слышит будем исправлять постепенно ветер очень сильный друзья если вам понравилось наше видео ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал кто еще не подписался делитесь видео с друзьями а то голые голуби меня сейчас задают вот эти вот да да голуби же клюют тебе пошли посмотрим чего там вот дальше в конце этой ротонды колонной и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok посмотрим что тут у них такая атмосфера намотай я так понял что это от слова тайт потому что здесь лапша тайская какая-то креветки прикольно помещение небольшое совсем вот и все сейчас будем дегустировать такая подача тут интересная коробчонка кимчи острые салат да это какие-то пельмена не знаю дзинь дзинь там или чёрный это у нас у меня с креветкой и фирменный чай короче чек у нас 1905 рублей получился за вот эти блюда вот в этот проектир ложки и кружки называются приезжал ивле прям центр центр городище прям такой смотрится на центральную прикольно движуха так как будто город большой 100 тысяч населения как пушкина прикольно сделали все тут дом необычный смотри крутой московский филиал центр сухофруктов в москве такого не помню филиал был все жесть реально прям тут центр всех центров памятник обнаружили такой же как рыба крылья наверно не крыльями не машет сова такая красавая отлично сделано красота и 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